А можно с нами сфотографироваться? А вы можете мне оттого поставить? Ой, как я вас люблю! А можно я с вами постою рядом, заряжусь от вас? Кто так хотел? А? Может быть что-то еще? Может быть что-то еще? Нет, Либер, может быть тебе стыдно перед Богом, которому ты бедешь? Он тебя спас. Он тебя вытащил из смерти. Может быть ты от наркотиков подыхал. А он тебя спас. И сейчас ждет, когда ты в этом теле поднимешься, чтобы имя его было прославлено. А ты как Мики на себя любишь. Может быть еще что-то? Масса литературы существует в сетевом месяце. Если вы ее начнете читать, то вы поймете, что 90 или 80% это фигня. Это фигня, которая требует, чтобы ее размололи на специальном автомате, который дробит бумагу. Но есть книги, которые бесценны. Эти книги бесценны. Определяется только одним. Самым главным их качеством. Там есть живые истории живых людей, которые были никем, а стали крутыми. Которые были в долгах и поднялись. Которые были вообще изгоем. А стали настоящими людьми. Вот то, что вчера рассказывал Джейсон. Обыкновенный человек. По внешности не, я бы сказал, не киногерой. Обыкновенный парень. Какая же сила его в 18 лет заставила шевелиться и двигаться, что сегодня он настолько крупный. И как бы мне присоседиться к этой истории. Как бы мне тоже научиться это извлечь. Может быть, кто-то тоже в детстве чувствовал себя униженным. Может быть, кому-то тоже не додали глаз в детстве. Кто-то тоже обноски носил. На кого-то тоже глазом косили, как на родственника бедного. Может, кого-то обижали. Я вот думаю про себя. Думаю, спрашивайте, какого хрена. 10 лет я долбасился в Ербалайке. 10 лет. С 13 июня 1996 года до августа 2006 года. Весь долга. Вышел оттуда с долгом 19 тысяч долларов. Спрашивайте, что я 10 лет там делал. Я с огромным уважением отношусь к этой компании. И с этим продуктом я вот уже 16 лет ел. Покров. И я вот недавно понял. А вот как я косил на коленях вот эту траву. Почему? Вот так я...